благодарность сегодня у нас 3 ноября 3 ноября и мы прямо с вами двигаемся к приобретению самого важного качества которое самое важное в жизни которая нам которая нам дает что она нам дает благодарность первая связь со всевышним так как мы благодарим всевышнего за все он источник всего в принципе он источник всего то первое что нам дает благодарность это связь со всевышним второе то что нам дает благодарность это выход на невероятно высокое духовное состояние которое называется иуди иуди это лиодот лиодот ли кодож бараху лиодот это благодарить прославлять и это вот как раз и называется войти в состояние леодот то леодот ла шем прекрасно добро это леодот благодарить бога да благодарить бог благодарить да что еще это нам дает это нам дает позитивное эмоциональное состояние чек в благодарности ему хорошо он позитивном состоянии что еще дает нам благодарность еще на благодарность дает прекрасные отношения с другими людьми потому что чек благодарный он естественно в складывает очень хорошее правильное отношение с другими людьми, в общем-то это и все остальное прилагается, то есть если у тебя есть хорошее отношение с Богом и людьми, как говорил царь Соломон, что дай мне, что дай мне приятность и осознание высокое, да, в глазах Бога и людей, все, тогда все остальное прикладывается, как в Кирте вот мы учили, Коль Ша Рох Абриот Ма Хаймена, каждый, что люди им довольны, Роах Амаком Ма Хаймена и Всевышний им довольны В Коль Ша Энн Рох Абриот Ма Хаймена и каждый, что люди им не довольны, Энн Роах Амаком Ма Хаймена и Всевышний им тоже не довольны поэтому очень важно быть благодарными, чтобы все было в жизни хорошо, теперь как? Вот мы открываем книгу «Сад благодарности», и сегодня у нас 27-й урок, Рав Шаломаруш, он нам объясняет такую вещь. В предыдущем уроке, в 26-м, мы обсуждали Лею, Талмуд, в котором написано, Талмуд-брахот, в котором написано, что Лея была первая, которая возблагодарила Бога и назвала сына Иуда, да, четвертого сына, вот сейчас я возблагодарю Бога. Мы выяснили, что она была первая, которая возблагодарила за мучения, за то, что ей было плохо, тяжело, она плакала, и она за это начала благодарить Бога. И, значит, вот мы выучили вот этот момент, что в итоге она поняла, что то, что она получила, таких прекрасных сыновей, это и было следствием того, что она страдала. И получилось, что она возблагодарила за те страдания, которые ее привели к тому, что она получила, когда родился четвертый сын. Это мне напоминает такой момент, что вот, например, человек стоит на, он стал олимпийским чемпионом, и он говорит, все эти годы теперь, которые я посвятил тому, чтобы, как я тренировался, как я там тяжело прямо до боли, как все это было, все это было для того, чтобы сейчас здесь стоять на олимпийском пьедестале. Получается, что вот эти все страдания, они были непременным частью вот этого успеха. То же самое, когда на Песах мы празднуем исход из Едипта, то то же самое, возникает вопрос, а египетское рабство, почему мы не вспоминаем, тяжелейшее рабство, оно было непременным условием, это все продается в одном патете, в одной, знаете, как продают вместе это с этим, все. Хочешь это, бери вместе с этим. Теперь, он приводит здесь сегодня еще одну, одну историю, значит, в Талмуде есть очень много высказываний и истории про Раби Шиман Барюхая. Раби Шиман Барюхая, это мы в Лагбаумер, когда жгут костры, вспоминают, как он уходил из этого мира, что известно про Раби Шимана Барюхая, что он 13 лет находился в пещере, где он, большую часть времени, он был вообще закопан в песок. И благодаря этим 13 годам он стал, поднялся на свой высочайший уровень и создал, стал автором книги Зоара, святой книги Зоара. И вот в Талмуде, в трактате Шаббат, рассказывается история, когда он вышел из пещеры, его встретил тесть, Раби Пинхас Банеер, и отвел его в баню. И когда они пришли в баню, и Раби Шиман разделся, он видел, что его тело было иссечено, иссарапано 13 лет сидения в пещере, в песке, было тело его очень сильно повреждено. Тогда воскликнул Раби Пинхас, горе мне, что увидел тебя таким, отвечал ему Раби Шиман, наоборот, блажен ты, что увидел меня таким, ведь если бы ты не увидел меня таким, не нашел бы ты во мне всего этого. То есть, он сказал ему так, что если бы не было этих страданий в пещере, я бы не достиг того величия автори, в котором я нахожусь. Вот так вот он ему ответил. Дальше он рассказывает, есть в Пертьевод тоже, да, в конце Пертьевод есть такая очень интересная, в конце пятой главы есть, прям можно сказать, последняя строчка в пятой главе Пертьевод, она такая. Липум Цара Агра. Чем больше страдания, тем больше награда. Значит, одна и та же заповедь, выполненная со страданием или без страдания, они имеют совершенно разную силу влияния на душу человека, на его, ну, на все. Теперь мы не должны искать страдания, ни в коем случае, но, например, когда спортсмены тренируются, да, вот я помню, там вот, чтобы быстро бегать, нужно бегать. И кроме того, что бегать, нужно бегать там в штангу, делать разные-разные упражнения, тренера придумывают, чтобы сделать тебе тяжело, чтобы ты потом стал сильнее. Я помню, было одно из упражнений, например, нужно бегать, чтобы стать сильнее, бегать в гору, потому что в гору тяжелее. Потом, когда ты бежишь по ровной, ты быстрее бежишь. Или нужно бегать, тебе колесо привязывали, такое колесо, шину, и ты с этой шиной бегаешь. В общем, все время тренера придумали, как же тебе сделать потяжелее ситуацию, чтобы твой организм с ней справился, и ты поднялся на более высокий уровень силы. Вот то же самое в духовной работе. Липум цара агра. То есть, если тебе тяжело, и ты выполняешь заповедь, то ты намного сильнее воспитываешь свою душу, вкладываешься туда. И он дальше продолжает. Значит, вот мы получили урок от праматери Леи и от Раби Шиманбар Юхая. Теперь мы получили урок. Но теперь получается что? Как только мы ощущаем недостаток чего-либо или боль, Боже упаси, следует не ожидая благодарить за это. Ведь, несомненно, из-за этой боли произойдет великое спасение и ярчайший свет. Поэтому вознесем благодарность ему за спасение еще прежде, чем увидим, в чем состоит это благо. То есть, это очень радикальная такая идея, что вера и доверие ко Всевышнему должны быть на таком уровне, что если человеку, например, плохо, да, он говорит, спасибо тебе, я знаю, что эти страдания, они являются для меня чем-то настолько важным. И что-то они мне такое дадут, что просто вообще, я просто заранее благодарю тебя, спасибо тебе за то, к чему меня ведут эти страдания, спасибо. И вот в этот момент проявление, это такая сила веры во Всевышнего, это такая мощность, что действительно человеку должны после этого открыться все ворота, все, что у него должно, что-то должно быть открыться. Теперь, люди же, я видел, например, на своей памяти, значит, вот, например, человеку плохо, да, он работает, и он где-то, опу, мы начинаем, потерял работу. Он что делает? Один человек, он скажет, спасибо тебе, Всевышний, потерял я работу, чему-то ты меня учишь, вот был пример здесь в этой книжке, значит, ты хочешь, чтобы я больше учил Тору, больше молился, больше служил тебе, все, отлично, буду, значит, принял сигнал. И он счастливый идет, значит, учиться, молиться, все. Другой, я лично видел такого, он потерял работу. Все, все против меня, жизнь против меня, Бог против меня, люди против меня. Он впадает в негатив и начинается одно за другим. Он в негативе, он ругается с женой, он разводится с женой, он судится с женой, у него, значит, ломается здоровье, у него все идет вот так вот наперекосяк. Почему? Потому что он в первый же момент, когда Всевышний ему посылал какой-то сигнал в виде страдания, чтобы он исправил свой путь, исправил себя. Это был позитивный сигнал, по большому счету, как боль. Боль, она человеку говорит, обрати внимание на это, обрати внимание на это. То есть, не было бы боли, болезнь бы развивалась, оп, умер. Не было бы, понятно, да, то же самое неприятности в жизни. Не было бы неприятностей то, что человек идет по неправильной дороге, умер. Значит, поэтому, говорит Рав Шаломаруш, вознесем благодарность ему за спасение еще прежде, чем увидим, в чем состоит это благо. В другой книге сегодня мы прочтем менее радикальный способ реакции на неприятности. Это типа для начинающих, а это уже для профи. То есть, дальше. И он приводит пример здесь. Вот пришла ко мне женщина и говорит, ой, я, говорит, страдаю из-за своего мужа, великие страдания испытываю я из-за моего мужа. Все время он подавленный и слабый муж. Это Рав Шаломаруш жалуется какая-то женщина. Пришла, говорит, все, не могу, он подавленный и слабый. Он говорит, поскольку был знаком с этой женщиной, с этой семьей, я знаю, что у этой женщины выросли семь прекрасных и ученых сыновей. Я напомнил ей историю про Лею, которая сильно страдала, с одной стороны, от якого я не любил. С другой стороны, у нее родились шесть сыновей, которые основа народа Израиля все-таки произошли от Леи. И у нее было шесть сыновей, которые были прям, ну, как на подбор. Так он говорит, я ей тоже сказал, да, у тебя есть муж, который болезненный, ты страдаешь из-за этого. С другой стороны, ты удостоилась умных и праведных детей. Поэтому ей следует благодарить Всевышнего за благую участь. И он говорит, я видел много раз, как женщины, испытывающие мучения в семейной жизни, удостаивались особенно прекрасных детей. Всевышний выдавал им компенсацию, выдавал им компенсацию. Так бывает со всеми, кто переживает какие-то страдания. То есть в этот момент происходит испытание веры. Тот, кто проходит испытание веры и усиливается в вере Всевышнего в благодарности, тому идет какая-то огромная-огромная компенсация позитивная в чем-то. В этом и состоит смысл сказанного здесь. Каждый должен понимать, что страдание – это великое благо, и благодаря ним он непременно удостоится прекрасных даров. То есть мы давайте воспримем это как благословение, что страдание – великое благо, и благодаря им. Но, как в Талмуде есть еще история, как один из мудрецов Талмуда, он заболел. И он заболел, приходит к нему второй и говорит ему, тот лежит больной, он ему говорит, «Хавивим алей хаисурим». Он говорит, «Ну как, приятны тебе твои страдания?» А тот, который болеет, мудрец этот лежит, он говорит, «Ло эм вы лос харам». «Ни они мне не нужны, ни награда за них». Тот ему говорит, «Ну если не нужны». Дал ему руку и вылечил его, а тот поднялся, выздоровел. Потом Талмуд говорит, тот, который его поднял, он тоже заболел через какое-то время. Приходит к нему третий мудрец, тот лежит в кровати, болеет, не может встать. Тот ему говорит, «Хавивим алей хаисурим». Ту же самую фразу, «Приятны тебе твои страдания?» Тот лежит, говорит, «Ло эм вы лос харам». «Ни они мне не нужны, ни награда за них мне не нужна». Запомните эту фразу, если будут страдания, вы можете поблагодарить Всевышнего, и сказать, «Мне не надо». «Ни они мне нужны, ни награда за них». Спасибо, конечно, что ты меня ценишь, как говорил мой учитель Равыцкий Зиллер зацарь. Он говорил, что Бог дает каждому только те страдания, которые он может выдержать. И такие дают страдания, которые он может выдержать. Не дает человеку больше испытания, чем он может. Я всегда Всевышнему говорю, что я очень слабый. Я реально такой прямо, не надо мне ло эм вы лос харам. Не нужны мне ни страдания, ни награда за них. Но опять же, есть наоборот люди сильные, говорят, «Да, я давай, я такой». Как, например, царь Давид, он Всевышнему так и сказал. Он говорит, «Почему ты называешься Бог Авраама, Бог Ицкака, Бог Якова, и не называешься Бог Давида?» Всевышнему говорит, «Я их испытывал, а тебя не испытывал». Царь Давид говорит, «Испытай». Ну и Бог ему дал такое испытание, что он в конце был очень тяжелое испытание. Мы про него много раз говорили. Еще будем разговаривать. В общем, в этой истории в Талмуде я хочу ее закончить. Тот, который до этого вылечил того, он заболел. К нему приходит третий и говорит, «Хавивим элэ хаисурим, тебе приятны твои страдания?» Тот говорит, «Ло эм вы лос харам, ни награды за них мне не нужны». И тот его поднял, тоже вылечил. Талмуд спрашивает, секундочку, «А если он до этого вылечил того, почему он сам не мог себя вылечить?» Такой задает вопрос Талмуд. Очень логичный вопрос. Это вот именно способ изучения Торы, изучения реальности, талмудический способ. Он говорит, «Почему того он поднял, а этого нет?» Отвечает Талмуд. Это была первая фраза, которую я начал учить Тору, когда она меня просто... Я помню, я сел, когда в Ешиве, и вот этот ответ, он меня просто очень сильно включил тогда. Дал мне на тот момент огромное осознание, как все работает. Талмуд говорит, «Эн асир матира татсмоми бейтасурим». Заключенный не может себя вытащить из фирмы. Ему нужен кто-то извне, который должен ему помочь. То есть, когда человек падает в яму, ему обязательно нужен кто-то, кто его поможет ему извне. И поэтому тот, кто до этого вылечил того, когда он сам заболел, он себя вылечить не мог. Ему нужен был кто-то, который ему задаст этот вопрос и вытащит его. Поэтому у нас с вами есть... Ну, во-первых, мы должны подпитываться все от тех людей, которые сейчас находятся в хорошем состоянии, и быть таким источником для других. Поэтому очень важно, если вы можете... Вот благодарность, этот цикл я прям вижу, знаю, люди мне очень много пишут. Дает очень огромную поддержку, дают силу эти уроки про благодарность. На следующей неделе мы уже начинаем, полностью заканчиваем ТЗ этого бота благодарности. То есть, мы будем эту тему... Сейчас просто это лучшая поддержка, это самое важное средство, которое только есть, благодарность. Поэтому делитесь уроками, которые вам... То, что вам помогло, делитесь. Пускай другие люди тоже услышат, что нужно благодарить Всевышнего. И благодарность, она открывает. Я в начале урока рассказал, что она открывает. Это уникальная сила. Все, значит, благодарить даже за страдания, зная, что Липум Цараагра, чем больше страдания, тем больше награда. И Всевышний всегда, если он дает страдания, он дает же потом равноценную награду. Теперь 27-й урок в этой книге. Как раз тоже, оно так совпадает. Вот в этой книге, она же не разбита на уроке. Просто я кусочек, беру кусочек несколько, она разбита на короткие такие главки. Я, чтобы успеть, вот там 10 минут поговорить про эту книгу, 10-15, и минут 5 про эту книгу. Но они совпадают. Вот я обратил внимание, почти каждый день оно совпадает. Значит, здесь написано так, 27-й урок. Благодарность, когда все идет не так хорошо. Как раз, видите, об этом, но здесь более такой лайт, легкий вариант. Он говорит, идет не так хорошо. Это же американская книга. Какие могут быть проблемы у американцев? Да. Вот, например, он перечисляет проблемы. Некоторые, значит, бывает, что дела идут не так хорошо, как вам хотелось. И, например, с какие у него проблемы? В магазине нет тех вещей, которые ты хотел купить. Или они закрыты оказались в магазине, хотя по расписанию должны были быть открыты. Письмо, значит, которое ты должен был получить, не пришло вовремя. Это проблема американцев, да? Значит, месседжи не всегда доходят до нас. И есть еще множество вещей, которые не работают нормально, говорит автор этой книги. И что он говорит? У нас есть два типа реакции. Первый тип реакции – это быть to be frustrated and disappointed. Быть разочарованными, frustrated, ну, разочарованными, в общем, быть огорченными, разочарованными. Вау, магазин закрыт, письмо пришло не вовремя. Да? Но, он говорит, есть второй вариант. Можно быть благодарными, причем он тут нам приносит очень классный такой паттерн, именно алгоритм, как быть благодарными. Он говорит, смотрите, то, что сейчас произошло, вот именно это произошло не так, как ты хотел, оно тебе напоминает, сколько времени оно происходило так, как ты хотел. Ты приходишь в магазин, магазин закрыт. Ты можешь быть disappointed, ты можешь быть разочарованный, сказать, блин, ну, они, как они закрыли, как они закрыли магазин, должно быть открыто по расписанию. Дернул, дернул, потом. Эх, спасибо Всевышнему, что всегда-то они работали. Я же в этот магазин хожу уже там два года, два года ни разу такого не было. Спасибо тебе, Всевышний, что два года ни разу такого не было. Сегодня первый раз они так вот удивительные вообще люди. Или там потерялось письмо, да? Он говорит, все это reminders, все это напоминатели, чтобы быть grateful for all multitude of things that do work out, которые хорошо работают. То есть, если что-то не работает, это тебе напоминатель поблагодарить за все остальное, что хорошо работает. Это не такой радикальный прием, как предлагал нам Раф Шаламаруш. Он говорил, что если не работает, скажи спасибо. Не работает, и я страдаю, но я знаю, что ты мне дашь в будущем награду за страдание. Он говорит, нет, не работает. Мне неприятно, но я сейчас прям буду тебя благодарить за все то время, когда все работало. Вот я же, может быть, каждый раз не благодарил, что прихожу, магазин открыт, прихожу, магазин открыт, прихожу, открыт. Я же не буду каждый раз благодарить за открытый магазин, так должно быть. А сейчас он закрыт, и сейчас мне доказывает, что вот в данный момент я как раз пострадал же, пострадал. Значит, спасибо тогда за все эти разы, что я не страдал, а получал удовольствие. Мог бы и тогда страдать. Понятно, да? Вот такой он предлагает нам метод. Значит, и приводит историю, как это работает в жизни. Значит, история про сорокалетнего раби, который пришел к пожилому одному раввину, уже опытному, и говорит, вы знаете, значит, I lost my job and felt terrible. Я потерял мою работу и чувствовал себя terrible. Значит, terrible это ужасно. Вообще просто ужасно я себя чувствовал. В Америке общины, они нанимают раввина, платят ему зарплату. Не раввин глава общины, а есть совет общины, и они собирают деньги, члены общины этой синагодии, и они нанимают раввина. И он, раввин, как бы он нанятое наемное лицо, получает зарплату. И он говорит этому пожилому раввину, что я очень много времени и сил вкладывал, я обучал, я помогал, я советовал, я был, значит, все были согласны. Но, говорит, было несколько влиятельных членов общины, которые давали больше всех денег. И они считали, что я делал недостаточно, что я был, что они хотят someone who was more dynamic and outgoing that I was. Кого-то более динамичным и результативным, чем я был. И они меня уволили. И он пришел к этому старому раввину, говорит, ну, посоветоваться, что мне делать. Тот ему говорит, этот старый раввин ему говорит, смотри, прежде всего тебе нужно изменить состояние своего сознания, да, своего майнда. То есть ты сейчас сфокусировался на том, что ты потерял работу и на том, что тебе плохо, с тобой, по-твоему, поступили, может быть, не очень хорошо. И теперь ты идешь на собеседование искать себе новую работу. Но кого видят люди перед собой? Пессимистичного, саркастичного, недовольного человека, которого они хотят взять себе духовным лидером, наставником, который будет им поднимать их духовный уровень. Говорит, конечно, тебе будет тяжело найти работу в таком состоянии. Поэтому я тебе советую, значит, сфокусироваться. Then keep that gratitude for most on your mind. Ты должен быть наполнен гратитюдом, наполнить им свой майнд, свой интеллект. И вместо того, чтобы фокусироваться на том, что ты потерял работу, чувствуй благодарность за все те огромные преимущества, которые ты получал от этой работы. Ты же годы там работал. Будь благодарен людям, которые тебя наняли. Будь благодарен людям, которые помогали и собирали деньги для твоей зарплаты. Будь благодарен возможности обучать их и консультировать. Да, у тебя же было годы, ты этим занимался, ты же был доволен. И когда ты будешь сфокусирован на благодарности, когда ты будешь сфокусирован на том добре, на том хорошем, что было у тебя от этой общины, от этих людей, ты наполнишься благодарностью. И ты поймешь, тут я уже добавляю от себя, что Всевышний, Он хочет тебе только добра. И когда ты теряешь что-то, то у тебя два предположения. У тебя есть два предположения, всегда это два предположения. Первое предположение, что ты потерял и будет хуже, которое вводит тебя в страх, в депрессию, в негатив и так далее. Второе предположение, что ты потерял и будет лучше, что Всевышний тебе приготовил что-то хорошее. Но теперь, если ты фокусирован на недостатке сейчас, ты смотришь и прям видишь, что я потерял, то, естественно, ты и на будущее будешь экстраполировать вот это ожидание, что я потерял. Если ты фокусирован на благодарности за прошлое и за настоящее, то ты будешь это экстраполировать, то есть ты будешь это продолжать как бы мысленно. Мы же все равно фантазируем, мы строим модель будущего, исходя из прошлого, то есть человек не знает будущего, он фантазирует, он предполагает, он вкладывает. Теперь смотрите, что получается. Если человек неблагодарный, он не ценит все эти годы жизни, когда ему было хорошо, он сфокусирован только на плохом, что он будет думать о своем будущем? Только плохое. Если он благодарный, он сфокусирован на всем хорошем, что он будет думать о своем будущем? Только хорошее. Понятна разница, да? В общем, он говорит, что я нашел этот совет невероятно мощным и продуктивным, сказал этот рабе, который консультировался, и вначале мне казалось сложным его применить, но потом, когда я его применил, и когда я начал так думать и так далее, то это наполнило меня, и это стало ключевым фактором того, что я стал с этого момента жить более хорошую жизнь. Что я всем нам желаю, чтобы мы даже, конечно, лучше всего лоем в лос хорам, не нужны нам ни страдания, ни награды за них, но все-таки, если наступают неприятные моменты в жизни, то мы знаем, как на них реагировать, мы знаем, как на них реагировать с благодарностью, с любовью, с верой во Всевышнего, с ожиданием, что Всевышний нам даст только лучшее, нас ждет впереди, и шаббат шалом, дорогие друзья. Шаббат шалом, чтобы был шалом, наконец-то, на земле, чтобы мы своей благодарностью Всевышнему создали такой свет позитива, да, чтобы не было Всевышнему необходимости пробуждать всю остальную массу, которые неблагодарны, чтобы они поняли, как хорошо им жилось, чтобы они тоже начали молиться, верни все обратно. Мы молимся, чтобы заслугу наших молитв, уроков, псалмов, прославлений Всевышнего, чтобы отпустили всех пленных, чтобы все раненые выздоровели, чтобы Всевышний, чтобы мы увидели Машеха, чтобы опустился третий храм, и чтобы мы, значит, прямо увидели его, и чтобы мы вообще не боялись, не волновались, а только были наполнены радостью, любовью. Шалом вам шалом, шаббат шалом, всем хорошим, добрым людям в мире. Все. До воскресенья.